Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Я рад вас приветствовать на данном видеоролике. Данное видео будет для моего канала поистине необычным и я думаю, что вы зацените его. Почему оно будет необычным? Все просто. Этот ролик не по CSGO, этот ролик по Dota 2. В данном ролике я провел анализ всех читов, существующих в данный момент на Dota. И выделил для себя фаворитов, а также выделил те софты, которые точно не рекомендовал бы к покупке. Я думаю, для кого-то это будет интересно, потому наливайте чаёчек, кофеёчек. Я могу лишь напомнить о том, что нужно поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик и написать любой креативный годный комментарий. Все комментарии я читаю, все комментарии я лайкаю, поэтому дерзайте. Но, а мы приступаем. Поехали. Что ж, я считаю, что стоит начать мое повествование в порядке увеличения. То есть сначала будут идти те софты, которые мне очень не понравились и которые вызвали у меня отвратительные эмоции. Особенно вот первое место это... В общем, вы все сами узнаете. Ну и в порядке нововеличения, ведь последний софт это будет топ-1. И действительно, это будет тот софт, который мне понравился. Ну, в общем, вы все сами узнаете, поэтому давайте начнем. Ну, а последнее место в моем топе занял зарубежный продукт Hake.me. По ряду причин, о которых я вам сейчас расскажу. С первого момента я столкнулся с проблемой оплаты данного софта. Продается он на официальном сайте, платежка у них подключена исключительно PayPal. И так как я занимаюсь фреселом, для меня не возникло каких-то особых проблем оплатить его. Но рядовому пользователю придется обращаться за услугой к реселеру, так как PayPal не принимает русские карты, что очень-очень неудобно и является первым гигантским минусом. Подписка в данном софте стоит 8 баксов, что в переводе на рубли выходит примерно 600 рублей, как и почти все читы, про которые я буду рассказывать. К самому форуму данного софта, на нем вы можете найти различные скрипты на доту. Но скачать у вас их не получится, так как они уже встроены в софт. И вы просто можете их включить. Да, просто можете включить их в софте, они уже предустановлены. Казалось бы, почему? Это минус. Сейчас вы все узнаете. Я на самом деле немного растерялся, когда увидел эту ситуацию. Зайдя в доту, я увидел два меню. Одно меню было похоже на меню из CSGO, оно было большим, таким, знаете, таким прям ух. А второе было обычное дотерское меню. То есть маленькая такая тоненькая хуйня слева. Чтобы хейк у вас работал адекватно, вам придется включить необходимые скрипты. Которых вы можете прочитать на форуме. Этих скриптов может быть два и более на одну и ту же функцию. А также могут быть устаревшие скрипты и убивать на их чтение целый день, а то и больше сможет абсолютно не каждый. Тестировал я данный софт, играя на инвоке. И скрипт я использовал FIRE. Скажу так, комбо в нем максимально неприятное. То есть нелогично, я бы сказал, он кастует совершенно по-нанайски. Мне максимально не понравилось это. Поиграв с этим софтом еще пару каток, я сделал вывод, что так как этот софт очень старый, он имеет свою базу фанатов, которые будут им пользоваться и пользуются по сей день. На минуточку, этот софт существует года с 15 или 17. То есть это является прям ветераном среди всех тех софтов, про которые я буду рассказывать в данном ролике. Но для новых юзеров есть большая проблема. Порог вхождения, он невероятно сложен. К тому же, если вы проживаете в России, проблему вас встретят еще при начале поплаты. Только зайдя на сайт Хейка, вы зайдете в меню стора и не сможете его оплатить, потому что вы русский. И вы не можете оплатить PayPal, вы вдумайтесь. То есть он полностью настроен на бугор. То есть, и при этом он максимально неудобен, максимально отвратителен в плане костов. И в целом, ну вот этот софт не стоит свои 600 рублей. И в целом даже 200 рублей бы я бы за него не заплатил. Потому что это максимально не тот продукт, который должен существовать на рынке. Он не может конкурировать с другими софтами, о которых я буду рассказывать. Даже с теми, которые более сырые, но более удобные и функциональные. Я сам лично когда-то давно играл с этим софтом. И мне нравилось. Но на тот момент у него не было конкурентов. То есть на тот момент была крякнутая Umbrella и Хейк. Все, больше конкурентов не было. И в тот момент, да, я сидел, читал, разбирался, и разобрался даже, и пользовался им. Но сейчас я бы не стал на это тратить время. Но давайте не будем о плохом. И перейдем к предпоследнему месту в моем туре. За ним идет продукт под названием Divine. Стоимость месячной подписки составляет 605 рублей. На самом деле этот софт, этот проект, вызвал у меня двоякие чувства. Вроде бы он и неплохой. Но как по мне, очень сыроват. Но с чем всего минусов? Как по мне, огромным минусом стало то, что скрипты нужно устанавливать с сайта. И сами они не предустановлены. И понял я это не сразу. Поэтому играл одну самую первую катку без всего функционала софта. А понял это не сразу я. Так как этот софт изначально скачал скрипты. То есть он изначально их предустановил. И я думал то, что он предустановил все те скрипты, которые нужны для игры. Но, как оказалось по факту, многих скриптов важных и нужных там не было. Затем, при установке скриптов с сайта, я понял то, что скрипты есть абсолютно не на всех героев. И это неплохой такой минус для софта за 605 рублей. Как вы считаете? Меню данного софта мне тоже очень не понравилось. За счет выдвигания своих вкладок. И за счет этого весь твой монитор забивается одной менюшкой. Это максимально дискомфортно и неприятно. Сейчас вы можете это наблюдать на своем экране. Лаунчера у софта нет. Ведь управляется он через сайт. И это скорее не минус, это моя придирка. Потому что я считаю, что удобнее смотреть информацию о подписке, информацию о папке с конфигами и скриптами через лаунчер, нежели чем через сайт. Да и в принципе запускать софт удобнее через лаунчер, чем через сайт. Но это лишь моя придирка. Но и плюсы в данном софте тоже есть. Тестил я его также на инвокере. Вполне неплохой прокаст. В целом скрипт работает очень даже неплохо. Есть рабочий крип-блок, а также хороший ласхип. Мнение об этом софте двоякое. Он в целом и неплохой, но за свою цену он точно не может конкурировать с первым, вторым и третьим местом в моем топе. Если бы он стоил рублей 200, то в целом его можно было бы брать. Не думаю, что этот продукт со своим функционалом облетет когда-то много юзеров. Но играть с ним у меня не вызвало сильного дискомфорта. В целом, если кодеры допилят его, то есть даже, наверное, кодеры и те, кто пишут скрипты на данный проект, допилят скрипты, то этот продукт сможет иметь место существовать на рынке. Но в данный момент это неоправданная цена за сырой продукт. За Дивайном идет продукт под названием Акторин. И скажу честно, этот продукт действительно интересен. А интересен он тем, что ценник на него составляет всего 200 рублей на месяц. Как и Дивайн, Акторин вызвал у меня двоякие ощущения. Но при рассказе про данный продукт я бы хотел начать с его плюсов. В данном софте присутствует одна из важнейших для меня функций. А именно, вижен вордов. Есть телепорт ESP, который показывает то, куда делает ТП. Меню у меня также не вызвало отращения. Оно достаточно интуитивно понятное, удобное и в целом красивое. Также при игре на Тинкереу мне было достаточно приятно играть неплохой прокаст. Все в целом делает чит и уделает он это очень неплохо. Но на этом плюсы кончаются и начинаются минусы. В данный момент этот продукт не обладает теми функциями, которые есть в читах, о которых я расскажу чуть позже. В нем нету большинство скриптов. Ну точнее как. Скрипты в нем есть. На посредственных героев есть. Есть на каких-то сильных героев. Но скажем, я хотел протестить его конкретно на инвокере, как и все предыдущие и следующие читы. И у меня этого не получилось сделать. Почему? Потому что скрипт на инвокера в данном софте отсутствует. Именно, наверное, и это вызвало у меня большой гигантский минус. Потому что, ну, все-таки если ты платишь за продукт, тебе хочется играть с ним на всех персонажах. Но этот продукт стоит в три раза дороже, чем любой из тех, про которые я рассказывал или расскажу в данном ролике. Теперь я бы хотел немножко подытожить по данному продукту. Я думаю, что за свои 200 рублей он стоит. Да, в нем нет скриптов на некоторых героев. Но думаю, эта проблема решится в будущем. Если бы меня спросили, порекомендую бюджетный продукт на доту, чтобы можно было бегать, делать такие базовые функции и при этом убивать, я бы порекомендовал алкторин. Действительно, это за свои деньги, это очень неплохой продукт. Ну, а второе место в моем топе занимает Умбрелла. Данный продукт я не могу назвать сырым, так как в нем есть весь тот функционал, который нужен для приятной игры. Во-первых, видно варды, убийства и хп Рошана, телепорты в тумане, скрипты на различных героев, гриппстопы, ласхиты, автододжи, автофарм леса, видно кто когда фармит лес и куча дополнительных функций. Тестировал я его на инвокере. И, наверное, вы сейчас зададитесь вопросом, почему я так прелестно отзываюсь о софте, и он занимает второе, а не первое место. Все просто. Дело в скриптах. В данном софте мне не понравилась логика многих скриптов. Например, при прокасте инвокер кидает Эзерил Блейд в Торнадо. Долго думает при использовании Айс Вола в прокасте, иногда может даже тупо застрять, подбирая позицию. И дело не только в вокере. В целом, многие скрипты на голову ниже, чем в продукте, занимаемое первое место в моем топе. Но лидером в моем топе становится барабанная дробь. Мелоники. В первую очередь из-за того, что мне очень понравились скрипты в данном продукте. Они гораздо проработаннее, на мой взгляд, нежели чем во всех других перечисленных софтах. Они действительно на голову выше. Мне очень понравились комбо почти на всех персонажей, с которыми я играл. Особенно могу выделить инвокер, аркварден, войд спирит и скаймак. Доджер в чате отличный. Правда, если играть параджу и доджиться от всего, что только можно, у игроков с противоположной командой могут возникнуть вопросы. Также мне понравилась поддержка данного проекта. Я обращался к ней с просьбой о фиксе Лос Хита. Спустя неделю Лос Хит стал работать гораздо лучше. Так что поддержка здесь хорошая и приветливая. Лаунчер данного софта также на уровень выше и функциональнее, чем у всех ранее перечисленных продуктов. В лаунчере есть и папка с конфигами, и все активные скрипты, и ключ там можно активировать, что тоже удобно. В целом, Melonite самый большой по функционалу продукт. Если вы хотите найти какую-то функцию в чате на доту, то в Melonite с вероятностью 99,9% вы ее найдете. Но как и каждый другой продукт, Melonite не лишен своих минусов. Из минусов, которые я точно знаю, это Скин Ченджер. Иногда происходит проблема с тем, что персонаж становится лысым и багается, и присутствуют визуальные баги. Следующий минус мог бы быть, но он уже исправлен. Это Лос Хит. Действительно, раньше он проработал не очень хорошо. Пропускал добивание, оставлял крипам 1-2 хп, что очень было неудобно. Но так как поддержка хорошо сработала, данная проблема на данный момент решена. Также я хотел включить в мой топ еще один продукт, под названием Ensage. Но, увы, у меня встретилась проблема с оплатой данного софта. Страница не загружалась, и, как позже я выяснил, проект был закрыт из-за внутренних разногласий. Поэтому возможности протестировать его и рассказать о нем у меня не было. Да и смысла тоже, ведь он уже закрыт, зачем он вам нужен? Подведя итог, в целом, все софты помимо Хейка вполне играбельны. На особое внимание я выделяю Мелоники и Акторину. Потому как за прайс 600 рублей, выбирая между всеми софтами, я бы выбрал Мелоники. За счет своей функциональности, удобности, поддержки и еще кучи других моментов. Ну, Акторин стоит всего 200 рублей. И сам по себе он вполне приятен, играть с ним тоже можно. Поэтому, если бы меня попросили порекомендовать бюджетный щит, я бы порекомендовал Акторин. А если бы меня попросили порекомендовать полноценный, хороший, такой, знаете, жирненький продукт, я бы порекомендовал Мелоники, потому что Дивайн до Мелоники точно не дотягивает за свой прайс. Ну, а Хейк это просто вот до свидания, всего вам доброго. Ну, и Амбрелла, в силу того, что скрипты мне не особо нравятся, тоже бы не подверглась моей рекомендации. Что ж, дорогие друзья, огромное вам спасибо за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, он вам понравился. Я надеюсь, он оставил у вас положительные эмоции. Этот ролик для моего канала первый, который не по CSGO, а именно по доте. В дальнейшем у меня планируется записать парочку интервью. И также, также я думаю сделать обзор на один из софтов, о которых я говорил в данном ролике. И выложить к нему конфиг, совершенно бесплатно, для вашего пользования. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте лайки. Я надеюсь, вам опять же понравилось. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока-пока.